Девушки отдыхают 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 в какую-то одну тему, очень глубоко ее изучает, работает со своими пациентами и видит, что результат есть. И эта методика является авторской, а тут идет через свою жизнь. Включается какая-то ситуация, трагедия, человек, ну ничего не остается, ему надо просто жить, ему надо найти какую-то альтернативу медицине, альтернативу лекарствам для того, чтобы жить. И вот у Гарии 24 года сложилась такая трагедия, на него упало дерево, его сапоги, как он говорил в автобиографии, вошли под мышки, то есть вы можете представить, как сложился его скелет. То есть травмы были несовместимые с жизнью, позвоночник, лебра полуманная, ноги, практически все межпозвоночные диски были так или иначе травмированы. И то есть, конечно, врачи не ожидали не то, что он будет ходить, ему не давали даже права на то, что он будет жить, но тем не менее человек остался жить 24 года, очень тяжело, молодой парень, конечно, он трижды пытался покончить жизнь самоубийством, но тем не менее, как-то что-то его на третий раз остановило, и он как бы дал такой ответ, сказал, что, обрастившись к создателю, сказал, что если ты мне дашь возможность ходить, я буду всю жизнь служить твоим детям. И вот эта его жизнь дальнейшая, это было действительно служение людям. Значит, Гарри задумался о том, что есть те масла, он пользовался им, какие-то масла работают, какие-то нет, почему? Он много задавался этим вопросом. Так вот, постепенно пришел в качество терапевтических эфирных масел. Что такое терапевтические эфирные масла? Чтобы получить терапевтическое эфирное масло, надо соблюдать все, весь, соблюдать стандарт, который был когда-то разработан, СИД ТУСИЛ, это стандарт выше международной, стандарта международной организации во Франции АФНОР. То есть этими стандартами компания очень, как бы, гордится, потому что стандарты их на самом деле очень высокие. Для того, чтобы масло было терапевтическим, обязательно должно быть поле, которое должно быть чисто, естественно, никаких пестицидов, терпицидов там не должно быть, иначе растение не даст тот иммунитет, то эфирное масло, которое может впоследствии помочь человеку. Это как маленького ребенка, если мы с детства ему даем лекарство, защищаем его, то у него не вырабатывается нормальный иммунитет. То же самое с растением, никаких, никакой химии. Потом специальное, обязательно, очень важно, чистые ростки, зерно, а потом дистилляция при правильной температуре, при правильном давлении и лабораторные анализы. Вот эти масла, которые вы сегодня увидите, познакомитесь с ними, будем проводить практику. Каждое масло прошло 90 проб. 90. Прежде чем оно разлито, и вы не можете иметь возможность такую приобрести в самой компании. То есть это очень серьезный подход, потому что если где-то будет что-то нарушено, мы не получим ту ценную силу природы, которая заложена в растениях. Это очень серьезный подход. Можно сделать лаванговое масло за 15 минут, и оно по запаху, по аромату будет точно так же похудено, но им не будет тех ценных элементов, 400 компонентов, которые входит в масло лаванды, которые мы можем получить через полтора часа дистилляции. Это, конечно, трудоемкий затратный процесс, но тем не менее, это так получаются терапевтические масла. Конечно, мы не сможем это определить, потому что это может определить только лаборатория. Вот, значит, что я вам хочу дальше сказать. Вот эти техники, которые Гарри Янг применил, сама техника рендруб, она очень уникальна. И, в принципе, каждый человек может освоить эту технику и применять ее дома для своих близких, родных, для исцеления тех или иных проблем. Также эта методика, она очень интересная. Для массажистов она всегда будет эксклюзивна в вашем салоне или для людей, которые занимаются хиропрактикой, или других медиков. Эта методика, она применяется в странах Европы, Азии, Америки уже с 1989 года. И очень серьезные воззывы о том, что это шикарный инструмент для того, чтобы убрать какие-то проблемы крестцово-поясничного радикулита, сколиоза или каких-то других проблем с позвоночником. Но, как я сказала, эту технику можно адаптировать под любую проблему. Вы можете обучиться. Мы сегодня покажем мастер-класс. А с 16-го часа к нам приедут партнеры из Лондона, с Литвы, Латвии. И будет непосредственно обучение этой технике и свыточить сертификат. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то будет это интересно, мы будем рады вас видеть. 16-го марта, 17-го марта, 16-го конференция. Значит, что такое техника ВИТАФЛЕКС? Эта техника, вы знаете, что здесь вот Илана прекрасно рассказывала, что такое стопы и что на наших стопах можно посмотреть, какая взаимосвязь с нашим здоровьем. 86 тучек находятся на наших стопах, которые связаны со всем нашим организмом. И если мы будем, вот видите, здесь проекция нашего позвоночника, если мы будем активизировать рефикторные точки на стопах в проекции нашего позвоночника, то это то же самое, что мы воздействуем на теленные органы, которые находятся у нас в нашем позвоночнике. И тут еще перед этим наносятся масла. Масса всего 9. Каждое масло наносится на 1 и 2 ногу. И потом производится массаж. То есть у нас получается такая синергия, когда мы кончиками пальцев воздействуем на определенные рефикторные точки на ноге. И под воздействием еще мощного эфирного масла. И опять же, говорю о том, что они должны быть обязательно терапевтического качества, чтобы они работали. Усиливается электрический заряд, потому что масло, оно имеет очень высокую вибрацию, и оно имеет, и оно благодаря провоздействию на эти рефикторные точки дает такой мощный рефикторный заряд, который идет по мирным окончаниям, восстанавливает пути, которые у нас нарушены, и убирает те или иные блоки в нашем организме. Наблюдается свободное течение энергии, ну и уходит та или иная патология. То есть фактически вы можете работать с одной проблемой, а как бонус вы можете получить плюс какой-то другой, даже не думая, что у вас может пройти. И даже я хочу сказать все время о том, что всегда меняется у человека эмоциональное состояние, его мышление, миропонимание, потому что эфирные масла, они очень взаимосвязаны с нашими тонкими телами, в первую очередь с нашими, с нашим эмоциональным здоровьем. Ну вот здесь вот вы видите, точечки, в принципе, витаплекс, она в переводе как «дающая жизнь через рефлексотропию». Вот мы говорим сегодня про рентробмассаж и уделяем внимание позвоночнику, но вы точно так же можете применять эту технику, зная определенные точечки на ногах, вы можете наносить эфирное масло того или иного плана, которое может работать с той проблемой, которую вам надо, активизировать, и у вас чудным образом будет происходить изменение. Это реально так. Потом, значит, после того, как мы работаем с ножками, мы переходим на спину пациента, и у нас происходит такая вот методика Эфураж, она очень интересная у нее история. Как я сказала, Гарьян, после того, как от него отказалась медицина и не было возможности найти альтернативных, в смысле медицинских способов избирения для него, он обращался к альтернативной медицине и искал все то, что могло его восстановить. Он восстановился, он встал на ноги, это, конечно, было чудо, но он обращался к различным альтернативным методикам и искал их, и создавал вот такие методики, одна из которых является рентробм, для чего это так, чтобы человеку, обычному человеку было все доступно. И он брал эти методики именно те, которые очень близки к природе, к самой природе и к природе человека. Непосредственно вот это Эфураж, продолжение пера, интересное тем, что Гарьян был многое, по свету и собирал различные методики, рецепты. Он был знаком с вождем североамериканского племени Лакота. Это духовный учитель. И вот он с Гарьей очень много делился теми методами, которыми пользовались индейцы для того, чтобы исцелять свои те или иные заболевания. И, конечно, это были те методы, которые были очень близки к природе. Была такая методика, когда североамериканские индейцы посещали северные штаты, северные провинции между Америкой и Канадой, и там наблюдали северное сияние. Они были уверены в том, что воздух, который насыщается энергией северного сияния, он целителен. И они через руки, через своим сознанием, они дышали через руки, потом эту энергию пускали как бы по сворочному столбу и направляли в те органы, которые были у них, скажем, больны. И таким образом происходило исцеление. После того, как была закрыта граница и не было возможности им туда ездить, они это делали уме. То есть они закрывали глаза, представляли северное сияние, точно так же наполнялись этой энергией, пропускали его через позвоночный столб и пропускали в тот орган, который надо было исцелять. И опять же эти результаты происходили. То есть это говорит о том, что мы с вами очень волшебные люди и можем даже вот такие вещи делать. Просто надо в это верить, понимать, что это так работает. Еще у них была у индейцев такая интересная техника, вот называется сама методика Рейн-Дроп, это капля дождя. Она тоже позаимствована именно от индейцев. Почему? Потому что они считали, что дождь, он очень целителен. И они даже собирали саму воду от дождя и просто наносили на спину, и крылом орла они эту воду распространяли по самой спине. И это тоже являлось целительной методикой. И она работала. Вот таким образом Гарри Ян, он собрал вот эти все методики в одно целое и используя эфирное масло терапевтического класса, таким образом была создана такая, в общем-то, уникальная методика. Ну, вот здесь вы можете почитать, посмотреть, что конкретно делает эта методика. Конечно, я вам покажу даже снимочек, когда я практиковала эту методику. Ну, я вижу, конечно, тем людям, которые делают, какие у них изменения происходят. И они не заставляют себя очень долго ждать. Действительно, изменения уходят, боли в позвоночнике, состояние человека меняется, меняется настроение. Человек становится более осознанным, потому что маслами удивительным образом воздействуют не только на физическое, не только на национальное тело, но и на духовное тело. Меняется у человека отношение к жизни, появляется радость, свет. И это очень радует. Вот поэтому вы можете посмотреть, что делает эта методика. Это в первую очередь, конечно, у человека наполняется больше энергии, увеличивается его энергетический потенциал, потому что энергия, она свободно идет. Благодаря маслам, те нервные пути, которые были прерваны, они восстанавливаются, уходят в блоки. Естественно, свободное течение энергетики. Также какой тут эффект? Вы знаете, что кто знает, что терапевтические эфирные масла, они обладают уникальной силой, детоксикацией. Они способны разрушать те химические соединения, которые у нас накапливаются в нашем организме, когда мы дышим, канцерогены поступают, когда мы что-то кушаем не то. И вот это все химические соединения, они у нас сохраняются в наших связках, в наших костях, в наших мышцах. Так вот, терапевтические масла, они их разрушают, превышая именно структуру самой клеточки. Вот эти связи, они разрушают. И потом стоком лимфы, стоком крови, химические соединения, они выходят, и у человека происходит такая вот детоксикация. Что еще я хочу здесь заметить, почему масла, они имеют такое очень большое значение в этой практике, в том, что было очень много научных исследований, которые подтвердили то, что часть заболевания позвоночника связана с тем, что ряд различных микроорганизмов, патологических для нашего организма, они почему-то селятся вдоль нашего позвоночника. И они там находятся в таком спящем режиме, когда у человека на достаточно высоком уровне иммунитет, эти микроорганизмы начинают свою жизнедеятельность. И в результате их жизнедеятельности нарушается в какой-то мере структура самих тканей, появляются боли, ну, и те, или иные изменения. Поэтому масла, которые способны очень глубоко проникать и проникают, они моментально на 10 сантиметров глубь, током крови разносится по всему вашему организму. Они способны убивать эти микроорганизмы, потому что все масла, которые у человека будут представлены, да и в принципе все масла, они являются сильнейшими антисептиками. Они обладают противомикробными, противопарадитарными, противобактериальными свойствами. Они снимают милевые ощущения и снимают воспалительные процессы. Вот поэтому так они очень прекрасно. Я вот еще хочу один факт, что меня тоже удивило. Ну, не удивило, в принципе, я слышала, что было научное исследование и как бы доказали то, что прививка пульомерита, она напрямую связана со сколиозом детей. Потому что те вирусы, ослабленные, которые мы получаем, они очень часто селятся, вот, вдоль позвоночника и потом вызывают сколиоз. Такая вот, такая вот неприятная, скажем, факт. Вот, это я вам сейчас хочу показать, это вот смотрите, может быть видно, сколько тут, 39, а там 59, да? Ну, вот 39 потенциал, вот 59. Я не знаю, что я не так делаю или что-то там. Вот, это до массажа и после массажа вы можете посмотреть, насколько увеличился потенциал у человека. Этот человек даже здесь находится в зале, то есть живой человек, которому сказать, что это на самом деле было так. То есть, посмотрите, вот по энергетическим центрам, что произошло. Вот было 35-43, а сердечный центр, он там, по-моему, вообще сколько у нас там встал? Да, в два раза. 89, да? В два раза. Да, в два раза сердечная чакра, энергетическое наполнение произошло и верхний центр, посмотрите, ну, прямо просветление, да? Это на самом деле в некой мере имеет место быть. Почему? Потому что все масла, они обладают очень высокой вибрацией, очень высокой. И если мы часто в своей жизни их применяем, то вы находитесь постоянно в этих высоких вибрациях. И хотите вы или не хотите, вы будете меняться, мышление будет меняться, вы будете становиться более радостным. Естественно, паразиты в такой, при высоких вибрациях не живут. Вот. Ну и, в принципе, все. Я сейчас хочу вас пригласить. Посмотрите, пожалуйста, как сама техника проходит. Если у вас есть желание познакомиться более глубоко с эфирными маслами терапевтического класса данной компании, приглашаем всех 16 марта сюда, в гостинице Ленисан. Здесь будет проходить конференция. Она будет очень интересна. Будут представители санкли и приют. Они будут много рассказывать на самом деле того, что я не могу, потому что я не проводила лабораторные исследования. Будут люди, врачи, которые будут говорить об этом, рассказывать, как можно поправить свое здоровье, как можно улучшить свое состояние именно благодаря маслам. Вот. Ну, а сейчас, через 5 минут я здесь буду, переоденусь только, буду рада. С вами пообщаться дальше. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.